В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Люди у нас приезжают в межсезонье и также купаются. Зимний пляж. Теперь в любимом анапчанами месте для прогулок появились скамейки для отдыха. У нас имеется запас реагентов, имеется запас на складе необходимых запасных частей для ремонта. Бесперебойное водоснабжение будет обеспечено. Специалисты Анапского водоканала доложили о полной готовности к зимнему периоду. Это одна из немногих программ, за которые мне действительно радостно. Во славу Кубани на благо России в Анапе прошел муниципальный этап фестиваля конкурса народного творчества. Безопасность анапчан в осенне-зимний период. Этот вопрос сегодня был в центре внимания заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые провел глава Анапы Юрий Поляков. В начале совещания заместитель главы Вячеслав Овк привел тревожную статистику. В последние годы на территории края участились случаи так называемых ливневых паводков. Вызванный выпадением от двух до пяти месячных норм осадков за очень короткий промежуток времени и в результате очень сильных дождей. Так 24-25 октября 2018 года были подтоплены населенные пункты муниципальных образований. Туапсинский район, Абширонский район и города-курорта Сочи. Повреждены более двух тысяч домов, если быть более точным, 2300, в которых проживают более 5000 человек. Контролировать стихии невозможно, но надо сделать все для минимизации потерь и ликвидации последствий в самые короткие сроки. Руководитель управления гражданской обороны и защиты населения доложил, какие населенные пункты муниципалитета подвержены опасности подтопления и какие меры принимаются, чтобы избежать ЧАЭС. Это расчистка русел рек, постоянное отслеживание уровня воды, ежеквартальное уточнение списков граждан, особенно маломобильных, проживающих в зоне риска. Юрий Поляков акцентировал внимание на проблеме ливневой канализации. Которая необходима городу. Существует проект, который до сих пор не был реализован. Глава Анапы поставил задачу изучить возможность его возобновления. Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение пожарной безопасности. Сейчас время отопительного сезона и чаще всего причина возгораний – нарушение техники безопасности при использовании газового и печного оборудования. Тем важнее профилактическая работа, которая проводится на сходах граждан в сельских округах, на информационных стендах путем обходов. Людям надо объяснять, чем это может закончиться. Через две недели начнется активная подготовка к новогодним праздникам. Еще один момент. Обращаю внимание социального блока на выполнение всех требований пожарной безопасности в связи с подготовкой праздничных мероприятий, использование осветительных, отопительных приборов, пиротехнических изделий. Необходимо усилить работу в части конкретизации графиков посещений неблагополучных семей с привлечением главы администрации. Полным ходом идет подготовка к зиме и жилищно-коммунальных служб города. Анапский водоканал также проводит серьезную работу по модернизации ветхих сетей. Это важно и для того, чтобы при низких температурах вода подавалась бесперебойно и для предстоящей подготовки к новому курортному сезону. Александр Степанович работает в водоканале уже более 10 лет. Он следит за исправностью оборудования на насосной станции номер один. Работа важная и ответственная. Этот объект отвечает за подачу воды, которая идет в накопительные резервуары поселка Супсех и прилегающих к нему территорий. Раньше приходилось много времени уделять оборудованию. Старым насосам уже без малого 40 лет. После модернизации производства все поменялось. Новая техника практически не требует обслуживания и повышает производительность предприятия в два раза. Хорошее качество. То, что было старые насосы, у них энергии побольше и фактически выдаваемость. Если этот насос в час выдает, например, 600 кубов, то этот 1200 кубов. Также продолжаются работы по замене старых чугунных водоводов. В сторону Пионерского проспекта по улице Железнодорожной коммунальщики продолжают тянуть новую водяную артерию. Здесь необходимо провести 400 метров пластиковых труб. Объем старого водопровода 500 диаметр. Меняем на пластиковый 800 диаметра. То есть увеличится вода, объем воды. С новым водоводом придет следующий курортный сезон и Пионерский проспект. Начата прокладка водной магистрали. Она продлится от санатория Кавказ и дойдет до рынка Джимате. Длина нового участка более километра. На этом участке будет уже вода подаваться бесперебойно, потому что в начале и в конце еще по пути следствия этого водопровода будет установлена запорная арматура отсекающая. То есть на этом участке все здравницы и санаторий будут с водой. По оценке руководства водоканала подготовка к зиме практически завершена. Оборудование полностью проверено, а на случай чрезвычайной ситуации есть все необходимое для оперативного ремонта. У нас имеется запас реагентов, имеется запас на складе необходимых запасных частей для ремонта. Здесь проблем быть не должно. Сейчас идет параллельно подготовка к курортному сезону 2019. Производится замена фильтров на очистных сооружениях водозабора. Также будет установлен еще один новый насосный агрегат в системе водозабора воды из реки Кубань. Руслан Душевский, Анапа-регион. На центральном пляже Анапы впервые появились скамейки. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета. Потребность в такой инфраструктуре появляется потому, что жизнь в Анапе с окончанием лета не замирает. Постепенно курорт приобретает черты круглогодичного места отдыха россиян. Пять молодых сосен на Пионерском проспекте на выезде из Витязева. Их посадили сотрудники объединения курортных услуг, главная курортная магистраль, зона ответственности муниципального предприятия. Задача на сегодня – уборка листвы. Эти скамейки на центральном пляже также появились недавно. Об этом распорядился глава курорта Юрий Поляков после того, как к нему с такой просьбой обратились граждане. В межсезонье пляж не пустует. Елена и Вячеслав Гуляевы из Хабаровского края провели здесь уже больше месяца. Любят гулять вдоль берега. Считают, что на пляже мест, где можно посидеть и полюбоваться морем, как раз не хватало. Вот так гуляешь, когда надо. Обязательно надо посидеть, отдохнуть. Вообще очень хорошо. Тепло. Тепло и хорошо, комфортно. Везде есть где покушать, где остановиться. Очень хорошо транспорт работает. Мы живем в Витязево, очень хорошо маршрутки работают. Этим нам очень нравится. Как пояснили в объединении курортных услуг, пока лавочки две. В ближайшее время появится еще пара. По мере необходимости готовы добавлять. Кроме того, на пляже установили пару кабинок для переодевания. Кабинка для переодевания у нас также актуальна, потому что люди у нас приезжают в межсезонье и также купаются. Поэтому кабинки у нас требуются. К лету скамейки уберут на склад. Через год их установят уже по умолчанию. Потребность в специальной зимней пляжной инфраструктуре постепенно растет. А это возможный признак повышения популярности Анапы уже как круглогодичного курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Во славу Кубани на благо России. В Анапе прошел четвертый муниципальный этап фестиваля конкурса народного художественного творчества. 20 номеров и более 500 участников концертной программы показали всю самобытность Краснодарского края. Перед зрителями развернулись целые эпохи истории. Фрагмент театрализованного представления Гермии перенес зрителей во времена мифов Древней Греции. Артисты воссоздали атмосферу мифов и древних сказаний. Так немножко был такой мандраж, конечно. Первый раз вообще-то на сцене были. Ну так, в принципе, все прошло хорошо. Выступление артистов оценивала экспертная комиссия, в составе которой заслуженные работники культуры Кубани и заслуженные артисты России. Основной задачей было создание концертной программы таким образом, чтобы максимально продемонстрировать ее жанровое разнообразие. Театральная сценка из комедии Лопе де Вега – это действительно театр самой высокой пробы. Цель помыслов моих и нея. Что ж, и траумная затея, но есть сомнения у меня. Безумно интересно, масса впечатлений и самое главное, что все коллективы Анапы нашего района вместе собрались и сделали такой мощный концерт. И это яркий заряд эмоций и впечатлений, которые мы получили от всей работы и от аплодисментов, которые нам дарили зрители. Параллельно с событиями на сцене участники экспертной комиссии оценивали выставку прикладного творчества, которая была организована на втором этаже. Картины, поделки из дерева, вышивка – они получили самую высокую оценку экспертов. Качественно сделаны многие работы. Видно, что люди вкладывают душу, любовь и занимаются любимым делом. В концертной программе также были продемонстрированы хореографические композиции, казачий хор и вокальные выступления солистов. В числе почетных гостей – министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Следующий год объявлен в России годом культуры. И этот четвертый фестиваль доказал, что Анапе есть что показать. Благодарю вас, Евгений Федорович, за такую хорошую команду, творческих людей. Поверьте, я в зависимости от того, что не везти я езжу, но мне привозят обязательно видео. И это одна из немногих программ, за которую мне действительно радостно не за форму, а за содержание. И за это вам огромное-огромное спасибо. Сегодня мы увидели целый фейерверк наших звезд, которые присутствуют на нашей муниципальной земле. Конечно, без сомнения, без поддержки министра, тоже бы ничего не получилось. И мы от имени муниципального образования, от благодарных анапчан, я хочу получить букет. Эстафету фестиваля «Вослава Кубани на благо России» Анапа передает другим городам края. По итогам муниципального тура лучшие творческие коллективы представят наш город в заключительном этапе фестиваля конкурса, который состоится весной 2019 года. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Из-за холодного циклона всю неделю в крае прогнозируют температурные качели. Уже завтра в Анапе начнется понижение температуры, а ночью столбик термометра уйдет в минус. На дорогах может образоваться ледяная корка. Водители просят быть максимально осторожными. Обязательно заехать на СТО и переобуть свои автомобили в зимнюю резину, если этого еще не сделали. Как сообщили в Краснодарском гидрометцентре, ожидается приближение очередного циклона с запада к территории края. Он будет располагаться ночью и утром на территории Азовского моря. Поэтому ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков. На большей части территории в виде дождя. По крайним северным районам и предгорьям с мокрым снегом, местами сильные осадки. Циклон продержится до выходных. При этом с каждым днем, говорят синоптики, будет становиться все холоднее. По ночам обещают заморозки. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа.регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.